Мне нравится учиться. Кем ты хочешь стать будущим? Депутатом. Пятиклассника Ильяса Ромазанова уже несколько лет не покидает мечта стать депутатом. Мальчик знает, для этого необходимо хорошо учиться. Об этом, а еще о том, что это за работа, рассказал Ильясу депутат законодательного собрания Виктор Казарин. В рамках своего рабочего визита он пообщался с учениками и педагогами школы. Говорили о домашнем обучении, об образовании и о проблемах. Одна из них – небольшая площадь учреждения. Такому городу нужна все-таки полноформатная школа. По запросу чувствуется, что все-таки надо площади, конечно, было бы увеличить. Будем в этом направлении работать, пообщаемся с главой города, с Андреем Михайловичем. Посмотрим по перспективам, что у нас. В принципе, базовая учебная сейчас будет мощностью увеличиваться. Появляются новые площади. И надо подумать, как коррекционной школе тоже как бы уделить достойное внимание. Школа действительно достойна внимания. В ее стенах вот уже на протяжении более 20 лет обучаются особенные дети. С ограничениями слуха и зрения, с задержкой психического и речевого развития. Главные принципы работы коррекционной школы – обучение конкурентно способного и всесторонне развитого ребенка. К каждому индивидуальный подход. Количество детей на сегодня у нас 97 после последней ПМПК-комиссии, которая нам прислала еще 6 человек. Итого 97 из них 35 человек – это начальное звено, 31 старшее и 21 на дому обучаются. Педагог идет на дом и в соответствии с его учебной программой он проводит занятия. По МПК там прописано, какие занятия должны быть. Составляется учебная программа, она утверждается и используется. Виктору Казарину показали медицинский кабинет, столовую, классы, в которых дети успешно осваивают программу основного общего образования. Так же, как и в других школах, ученики сдают итоговую аттестацию и овладевают дополнительными навыками. Здесь есть кружки декоративно-прикладного искусства, лего-конструирования, рисования, вязания и даже шитья. В рамках реализации национального проекта образования мы уделяем большое внимание коррекционной школе. И в этом году было приобретено специальное оборудование для наших детей с ограниченными возможностями здоровья, для того, чтобы они самоопределялись. И у нас приобретено с этой целью швейное оборудование, потому что мы считаем, что вот это направление, оно одно из наиболее популярных и наиболее востребованных для всех категорий детей. Будем помогать и по возможности решать проблемы, сказал в завершении встречи Виктор Казарин. Визит продлится до конца недели. Впереди у депутатов встреча с главой города, однопартийцами, руководителями и коллективами предприятий и организаций города. Елена Канина, Денис Гимб, Новости Губкинского.